Я считаю, что нужно привлекать больше молодёжи. Инженеры молодцы, стараются что-то делать. А мы, молодёжь, ничего не делаем. Оксана Савельева позвонит сына, отказать ей. Идёшь, помогаешь. У меня ребёнок 4 года. Он безумно любит харить. Мы мусор убираем. Он поднимает всё, убирает. И цветы ссадит. Он такой счастливый, вы бы видели. А походишь с Савельева, вся молодёжь просто сияет и потом ходит. От того, что они что-то сделали. Волонтёрское движение хотели образовать. Так и, по-моему, ничего не сделали. Заявление писало, воняется ли, то не позвонил. Надо привлекать молодёжь. Это будущее. Наши белых умниц. Ну и что он ведет? Эти книжки волонтёрские. И потом в институтах нужны. Все будут. Эти дрова. Там, может, и бессионеров эти дрова лежат. Пойдём, уберём. Сложим. Куда надо. Так нельзя привлекать такую. Почему они сами инициативу проявляют? Куда мы идти, мы поможем, и сделаем. Твой ребёнок, молодец. Даже в школе полный. А волонтёрство есть? Есть оно волонтёрство. Ходите, да. Пенсионерам помогают. Да. Есть, есть, есть волонтёрство. Молодцы у нас, молодцы. А кто у нас по делам? Нет, ну, Балена, нет. Я, например, не знала, что здесь что-то будет. Это, опять же самое. А, на афорте. А, на афорте. Катерина, давай, приходи, будем что-то думать. Давайте думать. Нет, мы так и собирались. Мы так и собирались. Мы обещали всех желающих прийти. То есть не было какого-то официального приглашения. Но было именно приглашение инициативным людям. Ускорился. Ускорился. Мне больно это помогло. Нет, предложение ваше замечательно. И, к сожалению, вот вопрос тоже сейчас задали. К сожалению, нет сейчас специалиста по делам молодёжи. И знаете почему? Потому что там карбата маленькая. Вот понимаете, у нас очень большой спрос с администрацией. Очень большой, огромный спрос с администрацией. С главы города, с его специалистов. А вот, на самом деле, чтобы привлечь человека прийти работать в администрацию. Вот каждый из жителей спросит, а как ты отработал? А давайте спросим, а что он получил? То есть вот, говорили там, зарплата очень маленькая. У специалистов, работающих в администрации, я не знаю, как бы. Я работал раньше в лесной отрасли. Я представляю, сколько там обычных рабочих получают. Они получают больше. Обычных рабочих. Я не говорю о станочниках или ещё что-то. Они много больше получают. И специалист по делам молодёжи, я спрашивал, я с ней разговариваю. Вот, почему ты пошла? Она говорит, ну я не могу работать. Там, за 5-6 тысяч рублей. Я не могу. И столько инициатив. Что? Она не получает. Она получала, у неё, она получала там где-то до 7 тысяч рублей. Не нормально, что ты сейчас работник там работала. А как она может получить по-другому? У неё нет высшего образования. Это правда, что я не могу. А при... А я теперь... Это правда, что вы взяли, у тебя же получают очень мало. Меня тут взяли, но тогда я сожжал подзвали, и осталась. Извините, где же 7 тысяч рублей? Это, к сожалению, в разуме люди, которые легкие финансовые труды. Давайте Оксана Алексеевна, и потом как вы... А, подождите ещё два тезиса. Николай Юрьевич? Да-да-да, конечно. Друзья, буквально два коротких тезиса. Начну от сафаризма. Значит, кто владеет информацией, тот владеет миром. Это первый тезис. Когда Олег Валентинович покойный, царство небесное, сидел на сцене и говорил, что мы будем отчитываться, и тогда уже был интернет. Вот, к сожалению, этого не получилось. Хотя ресурсы и даже среди пенсионеров очень сейчас большие, в том числе люди читают, люди сидят в социальных сетях. Я узнал о том, что это вот здесь будет не из газеты, я узнал с перепост со страницы Оксаны Савельевой. Поэтому вот открытость, открытость власти к своим гражданам, так как у нас было по памяти. То есть 500 рублей положили, вот у меня вечером уже эти деньги лежат на карточке. И куда там, сколько мы потратили на торф, вернее на цемент, сколько мы потратили на это, всё это было адресно прописано. Сколько у нас денежек осталось. Поэтому вот ресурс бахарегион.ру обалденный ресурс официальной власти. Есть, так сказать, неофициальный белогумницкий блин, да, то есть вот белогумницкая точка ком и ру. Почему это не задействовать в плане не то что ежегодных, ежеквартальных каких-то отчетов. Плюс не забывайте, есть такая хорошая вещь, наши, все, кто come back in USSR, кто из СССР вышел. Социалистическое соревнование. Вот поделили на сектора. Создали команды активных, неравнодушных людей. Пожалуйста, посоревнуемся. Кто круче, кто больше соберёт, кто у себя лучше сделает. Федосята или Великое поле, я условно говорю. Это по поводу информационной открытости и отчётности. Отчётности, коллеги. Без отчётности, когда даже эти 200 рублей не растворяются в тумане, конечно, люди не будут платить. Когда они будут видеть, что вот мои деньги на Великом поле не пошли на то, что там хоккейную коробку создали. Всё, значит, люди подтянутся. Людям надо об этом объяснять. Второй афоризм. Коротко. Стакан, сегодня было сказано, наполовину полон, наполовину пустой. Кто-то видит пустой половину стакан, кто-то видит живой пример из нашей организации, боевого братства. Номинально на бумаге у нас 30 с лишним человек. Значит, из них живых, так сказать, активных, человек 10. Остальные неравнодушные. 20 человек мертвой души. Больше скажу, есть 2-3 человека примера. Это федеральные льготники, участники боевых действий, которые прошли Чечню, у которых федеральные выплаты ежемесячные 2 с лишним тысячи рублей, естественно, по закону. Когда вступали в организацию, значит, мы должны федеральный членский взнос заплатить 60 рублей. Значит, это 5 рублей в месяц, копейки. Мы постановили местно, что мы собираем с каждого ежегодный взнос 240 рублей. Для чего? Мы проводим биатлоны памяти Романа Шубина, Зарницы. И вот эти ребята, которые прямо, как говорится, ноздря в ноздрю бегут в эту лыжню, стреляют, чтобы получить приз от боевого братства, получить сладкий торт. На какие деньги? Мы не коммерческая организация. Вот на эти деньги собирали. И есть льготники у нас региональные, которые служили там в Таджикистане, в Приднестровье, в Югославии, которые не получают этих двух тысяч вообще. Я вообще ни копейки не получаю, как участник боевых действий. И мы идем, и эти деньги складываем, потому что мне приятно видеть блеск в этих глазах. А были ребята, которые получали две тысячи, бог им судья, они сказали, я шел в организацию получить какую-то преференцию, какую-то квоту, что-то оттуда, откусить кусок. Мне ничего не платят. Написал заявление и вышел из организации. Хорошо. Это его право, это его выбор. Поэтому говорить вот сегодня о том, сколько нам складываться, 200 рублей, там, 500 рублей или тысячу, все-таки, с учетом того, что три года этого не было, я думаю, надо дать вот стартап с той базовой цифрой, до которой мы остановились. Люди пусть вяжутся в драку, почувствуют, как говорят, вкус крови, ну я в хорошем смысле это слово, в кавычках, посмотрят, какие это дела. Поднять планку всегда, никогда не поздно. Поэтому вот для кого-то полон, для кого-то пустоко. У меня все.